Эльку до второго, я уеду в Комарова, Поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну... Хей-хей, всем привет! Я обещаю от дедушки... Я у дедушки уже четвёртый день на самом деле, и, как бы сказать, я на эти четыре дня вернулась на 20 лет назад. И сейчас я вам попытаюсь объяснить, что я имею в виду под словами 20 лет назад. Когда-то люди жили в домах, и у них не было горячей воды, и удобство были на улице, и спали они на койках, а дом топили печкой. Хотя у нас не так всё страшно, у нас газовая плита, холодильник теперь есть. Сейчас покажу вам печка. Там всякие кастрюльки, чайнички стоят. Я обращаюсь к очень нежным людям, которые боятся увидеть помещение, в котором может быть немножечко, как им покажется, бардачок. Но это не бардак. Это так надо. Да, это творческий подход. Но я всё же знаю, что вы очень нежные, ранимые, что вас этот вид может испугать. И только сильные духом люди смогут это посмотреть. Потому что дом у нас в таком старом стиле. И здесь у нас нету новой супер-пупер красивой мебели. Оно у нас, конечно, красивое, но это вот тех времён старых. И старая газоплита стоит. Если честно, она мне очень нравится. Она такая память моего детства. Вот она. Там табуретка. Всё, что на ней, это всё нужно. Раковина. У нас в квартире тоже когда-то такая стояла. Давно-давно. А потом новую мебель купили. Ещё одно воспоминание моего детства. Это печка. И вон там, где сейчас кастрюльки стоят, я любила туда залазить и там греться. Очень тепло было. И также у нас стоит ещё старый буфет и комод. Вот, несмотря на то, что мебель, она уже такая старая довольно, но она очень хорошего качества. И, если честно, я скажу даже получше качеством, нежели чем мебель у нас в квартире. Потому что сейчас делают вот это вот ДСП. Вот эти все прессованные. И они... И эта мебель, она ненадолго, конечно же. Её надо менять. Также стоит очень крепкий старый стол. И вообще у дедушки из электроники только, давайте считать, им есть холодильник, телевизор. Магнитофон. В принципе, всё. Ну и телефон ещё сотовый, чтобы он дозвониться смог. И всё. Поэтому, если хочешь отдохнуть от городской суеты, если хочешь отдохнуть вообще... О, рука устала. То приезжай к дедушке и отдыхай. Нет интернета, нет телефона. Три канала по телевизору. Отдых от городской суеты. Зато здесь очень чистый воздух. Ну, практически чистый, потому что автобус рядом ходит. Всё равно немножко загазованный. Но по сравнению с городом очень-очень чисто. Итак, мне надо будет вас куда-нибудь поставить. И я покажу вам, что я с собой взяла. Я с собой взяла планшет, журнал и книгу. Так что скучать, я думаю, не буду. А ещё мне нужно помогать дедушке готовить, убираться дома и так далее. Поэтому мне не скучно. Единственный минус, что... Я вам не знаю, что особенно такого рассказать интересного и показать. Потому что сейчас зима. А лучше всего показывают дедушкин огород летом. Потому что там красиво цветы растут. И вообще очень красиво. А зимой не знаю, что вам показать, если честно. И, наверное, в этом видео пока что покажу, что я с собой взяла. Кроме того, что я уже показала. И начнём мы с вами из уходовых средств. У меня здесь целых 3 баночки лосьон тоника чистой линии с васильком. Молочко для снятия макияжа для лица от Ясам. Я, кстати, говорю, очень неплохой. И мой любимчик от Эвелин. Это у нас мицеллярный раствор. 4 в 1. И 2 кремика. Один от чистой линии лепестки розы. И второй бархатные ручки. Также я взяла неделю забитую. До нельзя мою косметичку любимую. Она вот такая вот серебряная. От набора Gliescourt. Очень мягенькая, серебряная. И, в принципе, вмещает в себя достаточно довольно. Так давайте же посмотрим, сколько вместила в себя косметичка. Открываю. И буду брать всё, что мне попадается под руку. Пудра от Bourjois. Югеническая помада от Ariflame. Тени. Не стала брать много теней. Думаю, что вот этих двух палеточек вполне себе достаточно. BB Cream от Evoline. Или от Evelyn. Тушь. Evelyn. Коробочка от Blesco. И у меня там лежат, так, надеюсь, вам будет видно, беруши. На всякий случай. Хотя дедушка у меня не храпит, и поэтому я ещё ни разу ими не воспользовалась. Ещё одна тушь. Несколько кистей. Тональный крем. Пару карандашей. Для глаз, для бровей и белый. Ну, так, на всякий случай. Аппликатор. Он складывается, раскладывается, и здесь самые разные есть. Да, этим я пользовалась. И такой. Блеск для губ. Уже всё стёрлось. Этот блеск, по-моему, у меня от Devon. Точно не помню. Точилка для карандашей. Гель для душа. В маленькой баночке. Не в том смысле, что у дедушки нет гель для душа. Просто их всегда с собой нашёл, когда куда-то ешь. И вот ещё второй. Второй, как мыло для рук, использую. Салфетка. Коробочка для контактных линз. Свечка маленькая. Не знаю, зачем взяла, но всякий пожарный. Хотя мне маленькой бы свечки не хватило, но я решила её взять. Она, кстати, без запаха простая свечка. Пару запасных батареек на фотоаппарат. Резиночки. Пару пробников кремов. Таблетница маленькая. Там три отделения. Пробник с духами, который я обклеила стразами. Вот эта штучка снимается и можно забрызгать ещё внутрь. Очень удобная штучка. Кстати, самое интересное, что я заметила, когда я решила, поняла, что снимается вот эта штучка и решила заполнять вот этот маленький пробник. Там 5 мл вмещается. Уже где-то через неделю-две стали появляться видеоролики с... Забыла, как они называются. Такие маленькие баночки, которые наполняются духами. И для того, чтобы большую баночку духов с собой не носить, ты берёшь вот эту маленькую. И я обратила внимание, что там, в принципе, столько же вмещается, сколько и сюда. Я думаю, надо же, как совпало. Только я придумала наполнять пробник. Он, кстати, очень удобный. Здесь есть помпочка. Нажимаешь, и он брызгает. Можно снять и заполнить его заново. Очень удобно. И последнее, что в моей косметичке, это самые разные таблетки. Супрастина талерьки, цитрамон, цинорезин и спазмолгон. Я уже сложила всё в мою косметичку. Вот такая она у меня заполненная. У меня там внутри всё, что мне нужно. И даже не нужно. И, наверное, при таком освещении совершенно не видно, что у меня что-то есть на глазах. Поверьте, у меня там что-то есть. Совсем немного. BB-крим, тональная основа, пудра, тени, карандаш. Но этого, наверное, всего не видно. А, кстати, насчёт вещей. То из вещей я брала практически ничего. Только спортивный костюм и разные-разные футболки домашние. Они у меня такие старенькие уже. Поэтому показывать вам их не буду, чтобы не фугать. Ну, нет, они не такие уж страшные. Но они у меня там в сумке лежат. И я не буду дедушку пудеть, он спать лёг. Ну и, в принципе, всё. Больше я с собой ничего не брала. Мне у меня проходит практически однообразно. И за 4 дня без интернета я не умерла, не сошла с ума. У меня всё в порядке. Как оказалось, я могу жить больше пары дней без интернета. Правда, если честно, я не знаю, что у меня там творится на почте и на моём любимом канале на YouTube. Наверное, там много комментариев самых-самых разных и много возмущённых людей. Почему она такая бессовестная, не отвечает на мои комментарии? Простите, пожалуйста, у меня интернета не было всё это время. И пару слов о предыдущем видео, о влоге на кухне. Я его монтировала, наверное, дня два. Он у меня очень длинный. И я всё думала, интересно, как же люди отреагируют на то, какой у меня длинный влог. Потому что у меня обычно самое длинное видео, наверное, 23 минуты где-то было, где я себе рассказываю. А если не считать его, то самые длинные видео у меня где-то минут по 15, не дольше. И я всё думала, стоит ли выкладывать или нет. А потом вспомнила, что у меня есть подписчиков, я называю их друзья, которым когда-то просили меня сделать видео дольше 30 минут. Я подумала, раз уж я сняла, раз уж смонтировала. И, в принципе, освещение позволяет. И слышно хорошо. И я вырезала пробелы там, где я что-то говорила, потом резала и ничего не говорила. И вот эти места, где я ничего не говорила, я вырезала. И у меня где-то, наверное, минут 10 получилось. А что? Зато получается речь практически ровная. То есть ты говоришь, 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 говоришь. И никаких пробелок нету. Хотя в этом видео, наверное, тоже придётся много вырезать. Потому что я люблю сказать, подумать немножко, сказать, подумать немножко. И я безумно рада, что не только те, кто меня уже смотрит, а ещё и есть люди, возможно, они меня тоже смотрят. Но я от них пока ещё не получала до этого комментарии. И они тоже писали, что им понравилось. Это так здорово, замечательно. Сейчас уже 7 часов 25 минут. И я, наверное, пойду приготовлю нам с дедушкой поужинать. И, возможно, вернусь. Либо сегодня, либо уже завтра. Итак, влог продолжается. Я вернулась. Уже поставила кастрюльку. И вы, наверное, слышите, как она кипит. Взяла снова камеру. Привыкаю к камере. Была бы возможность, вообще бы везде с камерой ходила. И, кстати говоря, я не взяла с собой штатив. И сейчас просто жутько жалею. Прошу меня извинить за то, что дёргается картинка. И, несмотря на то, что у меня в фотоаппарате есть стабилизатор, ай, сильно трясу, всё равно картинка дёргается. Хотя она не должна быть. Она должна быть более плавной. И так надо поменять руку. И у дедушки тут одна лампочка. Я надеюсь, меня хорошо видно. И вот, что я хотела сказать. Когда я сейчас смотрю о том, как люди предлагают экономить энергию, электричество, я смотрю и думаю, а ведь мой дедушка гений. Потому что он строил этот дом сам. И летом мы жили во всём доме. А зимой только в двух комнатах. То есть это те комнаты, которые отапливаются. Весь дом не отапливается. Отапливаются только две комнаты. И это, на самом деле, большая экономия. Что позволяет сказать, что мой дедушка гений. Он думал такую систему. Тогда, ещё очень давно, когда он устроил дом. Молодой был. Ну и на сегодня, наверное, всё. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока. И на море буду разом, кораблём и водолазом. Сам себя найду в пучине, если часом затону.